Последний этап подготовки и добровольная пожарная команда предприятия «Гродно-Азот» выполняет боевое развертывание. Два года подряд с этой задачей сотрудники градообразующего предприятия справлялись лучше всех. Пока у команды вновь лучший результат. Но слесарь-ремонтник Даниил Барановский говорит, конкуренция слишком высокая и об итогах говорить очень рано. Я сейчас расстроен, потому что мы намного быстрее можем это сделать. Не получилось, поэтому немножечко так осадок остался, что мы можем лучше, а пробежали плоховато. На соревнования съехались 36 команд со всей области. Люди самых разных профессий демонстрировали свои способности и доказали, на предприятии «Гродненщины» есть сотрудники, на которых можно положиться в любой экстремальной ситуации. По соседству с пожарными командами соревновались санитарные дружины. Соревнования среди санитарных дружин. Включают в себя шесть этапов. Это теоретический конкурс, проверка табеля оснащения, работа в очаге комбинированного поражения, в зоне химического заражения и в очаге инфекционного заражения. И творческий конкурс «Пять минут славы». Выявить творческий талант – это потом. А пока товароведы, учителя, представительницы других профессий из агрогородка Абухова проходят испытания в очаге инфекционного заболевания. Сильный костяк дружины держит курс на победу. Отбирали пробы, отбирали пробы земли и воды, по квартирный обход осуществляли и готовили детс-растворы. Хочу сказать, штрафные баллы минимальные, а некоторые даже это прошли без штрафных баллов. И пока пожарные команды борются в преодолении полосы препятствий, у представителей санитарных дружин не менее зрелищный момент и накал борьбы. Причем, как утверждают организаторы соревнований, умение оперативно реагировать на внештатные ситуации этим девушкам уже не раз пригодилось и в повседневной жизни. Зная правила поведения в чрезвычайной ситуации, как поступить в той или иной ситуации, или это отравление, или это ожог, я думаю, это хорошо и в каждой семье, если видите, что санитарные дружины – это в основном женщины, то для семьи свой маленький медицинский работник – это будет неидешно. Участники соревнований усиленно тренировались на протяжении всего года и, как показали на деле, готовы к любым сложностям. Первое место среди санитарных дружин заняла команда открытого акционерного общества «Красносельскстройматериал». Среди добровольных пожарных дружин лучшей признана вновь дружина открытого акционерного общества «Гродно-Азот». Для них испытания не заканчиваются. Победители областного этапа соревнований совсем скоро отправятся отстаивать честь Гроднищины на новом уровне – республиканском. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. К4. К4. Продолжение следует...